Приветствую вас, вы на самом деле отвечаете на свой вопрос, на мой взгляд, вполне говоря о том, что с братом вашего молодого человека отношения у вас, мягко говоря, не очень. Вот именно потому, что у вас с ним отношения не очень, именно по этой причине ваш парень и не хочет брать вас на свадьбу, потому что знает, что брат будет недоволен тем, что он взял вас, ну, на свадьбу. Вот, поэтому тут все достаточно просто и то, что делает брат, в смысле, что он берет, не берет вас на свадьбу в угоду, то есть делает ваш парень, то, что не берет вас на свадьбу в угоду своему брату, вот, это позиция его приоритетов и эти приоритеты его, и вам нужно сейчас посмотреть, как эти приоритеты могут сказываться на ваших взаимодействиях, на дальнейшем взаимодействии. Вот, так же, ну, немаловажный вопрос, почему вы имеете 4 года и до сих пор у вас не было свадьбы, то есть, как бы, если за 4 года мужчина не собрался на вас жениться, то, скорее всего, не соберется, вот, так, по крайней мере, говорят, ну, говорит статистика. Понятно, что в ваших отношениях нужно разбираться, что у вас происходит между вами и вашим парнем, потому что то, что вы описываете, не может возникать на плохом месте, и с братом у нас отношения, мягко говоря, не складываются тоже не на плохом месте, вот. Нужно прианализировать, подумать, как наладить отношения с братом и как прояснить отношения с молодым человеком. Вполне возможно, что вы позволяете в той или иной степени себя использовать, вполне возможно, что вы позволяете в той или иной степени делать что-то, что вам не нравится, и тем самым занижать свои самооценки. В таком случае нужно работать с самооценкой. Вот. Понимать, почему ваш молодой человек поступает тем или иным образом, совершенно бесполезно, вы никогда не поймете. Гораздо лучше и гораздо легче вам будет опираться на себя и на то, что приемлемо и неприемлемо лично, лично, лично для вас. Это вот гораздо более такая перспективная история, гораздо более перспективное направление. Если у вас тут самоо не получается этого сделать, то психолог может вам в этом помочь. Выбирайте и начинайте консультироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...